Первый вопрос. При каком гистологическом типе рака лёгкого рекомендуется отправлять биологический материал на генетический анализ? Не мелкоклеточный рак лёгкого, аденокарцинома, плоскоклеточный рак лёгкого, не плоскоклеточный рак лёгкого, а мелкоклеточный рак лёгкого. Давайте попробуем. Пошло время. Ну, сейчас все ответят. Не подсказывает. Нет. А то я анекдот про учительницу расскажу. Давайте посмотрим, что получилось. Ну, вообще-то правильный ответ – не плоскоклеточный рак лёгкого. Не плоскоклеточный рак. Я, пожалуй, готов согласиться с ответом аденокарцинома. Ну, в общем, всё остальное, честно говоря, на самом-то деле твёрдых ограничений нет. Если бы просто взяли любой не мелкоклеточный рак, отправили на обследование, это не противоречит существующим правилам. А вот от вопроса всё-таки правильный ответ – не плоскоклеточный рак, приемлемый аденокарцинома, мелкоклеточный рак лёгкого. При условии надёжности диагноза мне позволяется не очень правильным ответом. Давайте дальше. Какой биологический материал необходим для генетического анализа? Опухолевая ткань, кровь. 15 секунд у нас на ответ. Давайте посмотрим, что получилось. Ну да, действительно опухолевая ткань. Помните, что до начала у нас треть считали, что кровь вполне приемлема. Нет, на сегодняшний день нет. Следующий слайд. Так, какая мутация ассоциируется с наибольшей счастливительностью к ингибиторам этой тирозинкиназы? Давайте подведём результаты. Ну, действительно, дилеция в 19-м экзоне. Обратите внимание, у нас в первом варианте атлетов примерно треть указывала на то, что 858-й кодон, а ещё определённая часть указала Т790М. Те препараты, которые есть сейчас, это всё-таки мутация резистентности. Правда, ситуация изменится через пару лет, потому что новые ингибиторы, они в том числе и Т790М, тоже действуют. Поэтому ответ на этот вопрос изменится. А пока всё правильно. Следующий слайд. Так, следующий слайд. Дэвси. Выберите из списка препараты, обратящиеся к необратимым ингибиторам тирозинкиназы и GFR. Спасибо. Спасибо. Сейчас я ответил. Не подсказывайте. Давайте посмотрим. Ну, действительно, афотениб – это правильный ответ. Хотя, в общем-то, честно говоря, надо понимать, что… Я всегда привожу в пример ингибитор ароматазы. Там тоже есть обратимые, необратимые, действуют они примерно одинаково. Поэтому вообще не столь важно, каков механизм действия препарата, важен какой результат его действия. Ну, ответ правильный, афотениб. Следующий слайд. Какая мутация GFR ассоциируется с увеличением общей продолжительности жизни более чем на один год в случае применения ингибиторов этой тирозинкиназы? Дилеция в 19-м экзоне или мутация в 21-м? Ну, давайте посмотрим, что получилось. Ну, да, тут столько про это говорили, сложно не ответить, правда? Следующий слайд или все? Спасибо. Ну, я думаю, что на этой оптимистичной ноте мы вправе завершить сегодняшнее мероприятие. Всем, кто участвовал, большое спасибо. Спасибо. Спасибо.